Здравствуйте, с вами Александр. Сегодня я в командировке по члену Пирамидального Тополя. Машину загрузил, в принципе, с основным заданием, занятием исправился. Ну и решил снять обещанный ролик. Ролик я обещал для Валерия. В общем, меня добавили в группу ТОСов, Рост ТОС. Там все ТОСы нашего района. Ну, в общем, карты в руки, озеленять. В общем, я начал потихоньку знакомиться. И с Валерием мы очень хорошо познакомились. В общем, он попросил для своей деревни, Морозовки, 200 черенков тополя пирамидального. Обещал там там позаимко расплатиться. Ну, то дело десятое, это может. Договоримся. В общем, что он хочет. У него в деревне, я так понял, в его родной, такие же тополя. Но возникли проплешины. И, в общем, мало чего от этих тополей уже осталось. Там осталось парочку или тройку старых. И он хотел бы восстановить все это хозяйство. В общем, заказал 200 штук черенков. И плюс еще 200 заказал у меня Яков с Алтая. Сто ему бонусом. Он просто заказал человеку посадить. Ну, ему за свою ту тоже 100 штук. В общем, я очень рад. Плюс он там занимается водичкой заряженной. В общем, он оставляет комментарии под видео. Так что, дорогие друзья, если кому интересно, про заряженную воду, про повышение схожести семян, пшеницы. В общем, это он сам все расскажет. Это милости к нему прошу. Я и раньше слышал про такую тему. Ну, не знаю, его или нет. Ну, в общем, дело 10. В общем, тема интересная. Итак, а мы переходим к саженцам. Вот я хотел показать, что у меня есть в наличии, чего я наготовил. Опять, какая задача у Якова. Алтай холодно. Вот он хочет их контейнировать. И потом уже чуть ли не в осень в открытый грунт садить. Чтобы за лето у него наросли хорошие корни, корневая система. И в связи с тем, что у меня получилась сегодня такая удача, черенки достаточно крупные. То есть, тут не тот же палец. Тут два пальца, три пальца. И это, как сказать, не самые такие. Вот я вам сейчас покажу. И вот здесь вот. Ну, если вдруг ему такие не понадобятся, я себе их оставлю на питомник, на маточник. Ну, в общем, посмотрим. Нет, такие для пересылки дорого, слишком деревья. Но опять, если нужен такой вот запас сил, прочности, чтобы выдержали сибирские морозы, алтайские, то почему бы и нет. Также бы хотел бы упомянуть Анну Павловну Де. Она в прошлый раз мне перелила на благодарительность 2000 рублей. В общем, я их уже потратил даже тогда. Думал, ну, может, это перевел деньги, а просто еще не написал, что надо заказать черенок. И в Сбербанк захожу в онлайн, смотрю, тоже не пойми, ну, входящий перевод и все, только четыре крайние цифры, карточки. А потом уже спустя несколько дней зашел, увидел, что была пометка на благие дела. Так вот, маленький микроотчет. В принципе, эти денежки я уже потратил, не, не потратил, слово потратил неправильно, вложил, инвестировал в станок деревообрабатывающий, которыми буду вот напиливать вот этот черенок. Потому что вот с секатором это уже дело не брало, меня выручила моя садовая пила Палисад. Вот очень хорошая пила, где она у меня тут спрятана. Отрезы с секатором и пила. Вот такая вот выкидная пила. Очень мне нравится. Много чего я ей уже перепилил. Ай, ну ладно, блин, сейчас покажу. Вот такая красота. Чем она хороша, что буквально за пару протяжек дерево спиливается. Но вот выделил вот этот черенок. Все равно ему, видать, скорее всего, не судьба будет. Видно. Так, не падать, не падать. Не падать. Не падать, не падать. Вот буквально. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Вот здесь в конце я уже аккуратно, чтобы был ровненький, аккуратненький слез. Ну, на черенок, на продаж такой не пойдет, он коротковатый. Хотя нет, пойдет на продаж я выставляю вот эту часть. С палец толщиной, полметра длиной. В принципе, с такой ветки на продаж получается один черенок. А вот вершки и корешки я оставляю себе на расход. Чтобы не забыть свой инструмент, а то я без него никак, вообще никак. Кладем все это вверх. Опять же, что-то по инструменту. Коротковат прицеп, в конце я их вот тут пилой пилил. Секатором поначалу начал, потом думал, ой, нет, секатором-то долго. И брал пучками, и пилой пилил. Так же у меня тут имеется знак. Не габарит. Я его так воткну и поеду. Нашел здесь тоже на обочине. Должен модернизировать само хозяйство. Конечно, так же и пришел к выводу, что надо по этому делу. Тоже модернизировать, сейчас бы с газелькой бы приехал. А туда бы полную газель. А так все, у меня уже вместимость закончилась. Багажник тоже что-то это. Решил это повыделаться. Правда, я сам, допустим, в ДТП. В лесу хотел проехать, не заметил внизу ветку. Оно мне загнуло. И вот здесь вот пришлось сегодня вот такую штуку. Гляжу, оно полезло. Ну, в общем, не суть. Вернемся к Анне Павловне. В общем, я хотел бы сделать благое дело какое. Со временем, по обстоятельствам, не залегаясь. Когда вот сейчас потеплеет, я выйду и посажу где-нибудь аллею Катальпочек. Где-нибудь на берегу реки или поляны красивой. И будет эта аллея совместная наша с Анной Павловной. В общем, мы вместе поучаствовали. Также я еще хотел заказать семена Павловни. Канал Давран Кинг в Северный Казахстан. 10 грамм семян стоят 10 долларов. Это в районе 700 рублей. В общем, я обещаю с этих же средств еще и заказать вот этих семян Павловни с Северного Казахстана. Там гибриды выдерживают до минус 36. Ну, мне, может, сильно гибриды не нужно. Ну, пару-тройку сортов, может быть, возьму. Опять же, чтобы потом у нас были не только вот эти вот пирамидальные тополя и Катальпы, но также еще и эти Павловни. В том числе морозостойкие. Они очень быстро растут. Я так понял, пионеры, азотфиксеры. И нам их тут явно не хватает в этих наших лысых полях. Так, ладно, а теперь покажу еще, что и как я резал черенок. Вот он, череночек стандартный. Вот стандартный черенок там. Плюс-минус палец толщиной. Они небольшие, в них много жизненных сил. В принципе, такие для отправки нормально. Ну, вот если опять в случае с Алтаем, им, конечно, лучше перестраховаться. Им лучше, наверное, запас прочности побольше. Потому что тогда запас сил больше. Вот они спилы. По чуть-чуть я парочку убрал. Эти оставил на вырос. Пусть они растут. Что тут случилось? Как они появились вообще? Вот эти вот выгоны. Из-за того, что тут облеска, не облеска, пожары вот такие тут органика накапливаются. Пожар прошел, обгорело. И дерево выгнало молодые побеги на замещение, перестраховаться. Вдруг старый ствол погибнет. Потому что на старых деревьях резать черенка нет. Это тут еще вот видно, вот молодой он такой вот, свеженький, такой зелененький. А так все в основном ветки-то вот такие вот старые, мертвые. Их на черенок они не пойдут, потому что там спящие почки. Там брать нечего. А беру я на черенки вот такие вот хорошие, сильные побеги. Такие мощные. Ну, вот покажи, допустим, что я сегодня напилил. И кто-то тут пилил, резал еще и до меня. Может быть, частично где-то тут и мои следы. Но я стараюсь резать чуть пониже, чтобы они потом вот такими вот веточками выбегали. А тут видно где макушки. Может быть, и я резу. Ну, вот они срезы. Да не, я так не режу. А может, и я не помню. Ну, в общем, я подозреваю, что кто-то тут еще режет черенок. Помимо меня. Ну, что очень хорошо. Я очень рад, если кто-то там садит деревья. Вот она, красавица. Я обычно срезаю веточку, а потом уже дома ее разделяю на вершки и корешки. Так, выставить резкость. Так, сегодня будем, наверное, закруглять репортаж. Бегло еще покажи, что, где и как я резал. Вот он срез, вот он срез. Вот это кто-то резал. Я так не реже, не знаю. Не будем завлекаться. Вот тоже срез. Сейчас я бы постарался все равно срезать пониже. Чтобы она потом погуще заколосилась. А на старых ветках, ну, вот, да, можно из старых веток выбрать вот эту одну. И все. Вот вроде казалось бы пучок веток, а из этого пучка можно взять только один черенок. Ну, вот здесь вот парочку черенков взять можно. Так, вот здесь она ведет целую атаку. Он тут брал покрупнее, пожирнее. Ну, вот, вот эти пока не стал трогать, потому что пихать сейчас некуда. Будут потом, может быть, следующие заказы. Приеду еще до режь. Вот тут тоже на пенечек их срезал. Пооставлял вот это так же же веточки, чтобы они потом отрастали. Ну, здесь совсем... Вот они, в принципе, тоже. Но уже коротковат. Полметра нету. Для меня уже не стандарт. Опять, все эти стандарты придумал я сам себе. Так как я идеалист. Я стараюсь. В общем, стараюсь, а по уши. Похуже оно само по уся. В принципе, вот неплохой черенок тоже. Вот тут один черенок и второй. Вот в этом дереве два черенка. Ну, ничего, оставим на расплод. Если что, приедем еще. Вообще, у меня общая сумма заказа на данный момент, да, 500 штук. Не знаю, нарезал или не нарезал. Ну, будем надеяться, что нарезал. Также здесь присутствует черемуха. Она тут прям кустами. Я еще, да, когда в прошлый раз срезал черенок, обратил внимание. Вот она, ее ягоды. Ее посадили птицы. То есть птицы прилетали, садились на дерево, грелись на солнышке, кушали ягоды. И какали косточками. Также вот тут представлен абрикос. Мне кажется, абрикос. В принципе, вот уже с помощью тополей образуется лесосад. Уже такой густяк не переметет снегом. Да, вот в морозоку как раз и заказывают. Там трассу переметают снегом, чтобы трассу не переметало. Вот они хотят аллею тополей. Но я вам говорю, обязательно надо подбить кустарником снизу. И желательно еще лианами, каким-нибудь амурским девичьим виноградом все это дело переплести. Надо будет вообще все очень-очень даже круто. Так, еще покажу. Это у нас, получается, корневые отпрыски. Вот он корень пустил, какой-то у меня облепиха на даче. Также потом оно прогревает. Земля, влага, они на солнышке выстреливают. Вот такими замечательными побегами. Да, вот кто-то резал. Вон они крупные. Может даже и я резал. Только узнать. Слишком тесно черенкователем на одну небольшую посадочку. Вот еще есть хорошие молодые побеги. Но, допустим, я уже вот такие вот кривые не беру. Типа для меня это уже не кондиция. Вот стараюсь, вот ровный. Даже если он будет вот такой кривенький, я его буду резать вот так, чтобы он был ровненький. Ну, в принципе, на этом все. Будем закругляться. Вот такая вот красота. Желаю всем всего доброго, счастья, здоровья. Заказывать черенок, пишите в комментариях. Объявления на авито, ватсап, вайбер. Сопровождение заказа, фото. Предоплата 100% вперед. Сначала оплата, потом я выезжаю на место. Потому что бензин, время. Я, понятно, себе набираю. Но, в общем, стараюсь работать под заказ. Себе держков и колешков мне остается нормально. Все, желаю всем всего доброго. Счастья, здоровья. Сейчас мы чуть-чуть нефигарим картинки. Ну да, попробуем. Вдруг у меня первая картинка не по усться. Она, скорее всего, не по усться. Вот будет вот такая. Я, неправильно. Теневая сторона. Надо солнышко. В общем, от стартовой картинки, превьюшки, очень много чего зависит. Я вот так вот встану. Итак, по приходу, когда пришли черенки, я их ставлю вот у себя. Их ставил в пол-литровое, ой, 5-литровое ведро из-под сметаны или из-под рыбы. Наполнял половину ведра воды, где-то сантиметров 10-15, и ставил черенки. Со временем на нем, если присмотреться, есть беленькие-беленькие точки. Они, эти бугорочки, укрупняются, укрупняются. Со временем из этих бугорочков выстреливают иголочки. Как только вот уже появляются бугорочки, первые иголочки по несколько миллиметров улазили, уже можно контейнировать, сажать в контейнеры. Потому что эти иголочки хрупкие. Но даже если они отломились, не беда. Вот эти вот бугорочки, они все из этих там спящих, условно, иголочек корешков. Если один отломится, там еще 5 выстреливают. И они уже в контейнере дорастают. Таким образом, сейчас, допустим, начав укоренять, пройдет 3 недели, образуются корешки, вы будете садить. И, грубо говоря, через 2 месяца у вас уже будут чуть ли не контейнерные саженцы в контейнерах. Вот, которые через 3 месяца. Вот, да, через 3 месяца как раз. Начало лета уже пройдет угроза возвратных заморозков. Начало июня можно смело садить. Первая жара. Жару они терпят нормально. Да, может какие-либо листочки первые на жаре вгорят. Но они потом выгонят новые. Опять же, из опыта того года я у себя черенки садил. Было в том году самое адское жаркое лето без полива. Мне некогда было поливать. Копанка была моя небольшая. Максимум я ходил 3 рельса воды по 2 ведра. И я распределял среди самых моих любимых деревьев или самых погибающих. В общем, на поля мне не хватало. И даже без полива они 2-3 недели спокойно сидели в сухой земле и не погибали. Вот такой все-таки есть у них запас прочности. Поэтому если это все дело поливать, то загубить ну очень проблематично. Опять корни будут прорастать неравномерно. Есть также лидеры, которые там побыстрее есть, чуть подольше. Есть спящие. Может быть 10% или 5% каких-то не проснутся вообще. Ну так я сильно не наблюдал. Но в принципе все прорастают. В общем, возможно и такая ситуация. В общем, будем закругляться. А то и так слишком длинный ролик. Благодарю всех за все. Еще раз заказывайте черенок. Желаю всем всего доброго. Счастья, здоровья. Пока-пока. Давайте формировать среду обитания. Чтобы не было лысых полей. И были такие дремучие, могучие леса. Которые заизобили полные. Живности, еды. Всего и вся. Счастья, здоровья. Ладно. Пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова